Приветствую всех! Это Уильям Мзелак, и я хочу пригласить вас в наш третий эпизод Джанесса Лонджевити Тиви. Джанесса, мы редефинируем ют. Сегодня научное знание о старении развивается в геометрической прогрессии. И у наших ученых появляются неоспоримые доказательства причин старения. Первый сделанный нами вывод — это то, что хронологический возраст, который мы празднуем каждый год, не имеет никакого значения. Старение не зависит от количества прожитых лет. Второе доказательство — это то, что наш потенциал долголетия, наш шанс жить дольше, находится внутри наших клеток, и особенно внутри нашей ДНК. Так что же происходит в ДНК? Наша ДНК повреждается каждый день, несколько сотен тысяч раз в день. Да, несколько сотен тысяч раз. Как я уже говорил в прошлом эпизоде, жизнь — это баланс между повреждениями и восстановлением. И ДНК постоянно вовлечена в это сражение с разрушающими силами. Которые включают в себя окисление, воспаление и гликацию. Кстати, гликация — это очень вредная химическая реакция, которая возникает при излишнем потреблении сахара. Одновременно с этим ДНК сталкивается с экологическим загрязнением, токсинами и нездоровым стилем жизни. Целостность ДНК в 60 триллионах наших клеток полностью зависит от исхода поединка между разрушающими силами и восстановительным процессом, который постоянно ремонтирует эти повреждения. К счастью, наше тело чудесным образом создано так, чтобы защитить нас от любых атак. На каждом уровне у нас есть способы минимизировать повреждения, предотвратить или восстановить их. Так почему же мы все равно стареем, если наша система восстановления практически идеальна? Что ж, это правда. Но лишь до 40 лет. После 40 восстановительные процессы не справляются со всеми повреждениями. Чтобы понять, почему повреждения вредят нашей жизни, вы должны знать, что каждый раз, когда клетка делится, ДНК тоже делится. Это очень сложный процесс, но он позволяет прочитать и скопировать ДНК. ДНК содержит гены, которые отвечают за строительные белки и протеины, необходимые для жизни. При плохом копировании часть последовательной цепочки забывается, и происходит генная мутация, которая может стать причиной недостаточной выработки белков, что напрямую связано с болезнями и преждевременным старением. Это одна из причин нашего старения и таких хронических заболеваний, как болезнь Альцгеймера, диабет, болезни сердца и сосудов и рак. К сожалению, повреждение ДНК – не единственная причина старения. С возрастом клетки также теряют свою способность к делению, и основной причиной этого является сокращение длины теломер, которые в результате не могут защитить хромосомы. После 50-60 делений теломеров практически не остается, защиты не остается. В этой стадии клетки не способны к самовоспроизводству. Они уходят в так называемую «отставку» – состояние, в котором они умирают или перестают делиться. И после этого третий актер завершает трилогию старения. Я говорю о стволовых клетках, которые необходимы для обновления и восстановления других клеток. Эти стволовые клетки не способны выполнять свою работу, если их ДНК значительно повреждена и теломеры слишком коротки. Наш запас стволовых клеток будет сокращаться, еще больше усугубляя ситуацию. Коротко о главном. Не существует единой причины старения. Старение – это результат множества атак на ДНК в сочетании с прогрессирующим сокращением длины теломеров, что кардинально уменьшает количество функционирующих клеток. Постепенное сокращение числа иммунных и стволовых клеток приводит к хроническим заболеваниям, включая рак. Старость является причиной большинства болезней. Мы считаем, что факт старости сам по себе является болезнью, у которой много граней. Верить в то, что старение – это необратимый процесс, запрограммированный эволюцией, попросту неверно. Старение – это болезнь. И поступая с ним, как с другими болезнями, мы можем создать новую технологию лечения старости. Компания Джанесс понимает трилогию старения и реагирует соответственно. Мы создали продукты, такие как резерв для восстановления ДНК, финити – для восстановления длины теломер благодаря активации теломеразы, сыворотку «Люминез» на основе факторов роста, произведенных стволовыми клетками. И мы обучаем наших клиентов улучшению их стиля жизни, потому что утверждение о том, что улучшение стиля жизни замедляет старение, является доказанным фактом. Меня зовут Уильям Амзалак, и я представляю поколение молодых. Увидимся в следующем эпизоде. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Джанесс. Мы реагируем молодых. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова